Подшипники в стиральной машине один из самых сложных узлов Это у нас бак стиральной машины, внутри которого вращается барабан Подшипники у нас держат непосредственно сам барабан внутри бака Держат они с помощью вот такой крестовины и вот такого вот вала, на котором и располагается два подшипника и сальник Ходит очень много слухов, мифов, какие подшипники лучше, какой сальник лучше Обо всем об этом по порядку постараюсь вам рассказать Напоминаю, что вы находитесь в магазине Техномаг Если вам нужны запчасти Техномаг Если вам нужны любые запчасти для стиральной машины, либо холодильника, либо микроволновки, пылесоса и так далее Сбегом на наш сайт техномаг.ру Итак, про подшипники У нас специальный даже есть раздел про подшипники Здесь мы их разделили на три категории Китай, Россия, Италия 62,02, то есть 202 мы упрощенно говорим 203, 204 и так далее До 305 Других подшипников практически не применяют Ну еще двухрядный такой толстый Почему мы так делим? Ведь вы скажете, что ты, Саша, несешь? Ведь есть фирмы, там, СКФ СКФ, СКЛ, КНАФ, еще какие-то На самом деле фирм, которые производят, не фирм, а заводов, которые производят подшипники, у которых есть литье Самого шарика, самих обоим, их не так много Даже заводы в России, которые называются Россия, там, 4 ГПЗ, Вологодские, там, какие-то подшипники есть, еще какие-то есть подшипники На самом деле они заказывают в Китае шарики Заказывают обоймы И у них есть маленькие станочки, как вот наш 3D принтер Вот, ну, так у них большие более размеры Куда они загружают шарики, загружают обоймы И в эти обоймы устанавливаются эти шарики Ничего сверхъестественного они не могут сделать Они не могут сделать ни литья, ни шлифовки шара То есть, самое-то сложное, это найти материал, из которого сделать подшипник, да То есть, качественный металл Не фторяк какой-то, не, там, мешанину какую-то непонятную С содержанием каких-то левых веществ, да Которые закалить-то нормально не можно, да То есть, и самые трудоемкие, это шлифовка непосредственно То есть, чем более гладкий шар Чем более гладкая поверхность, по которой скользит этот шар Тем дольше служит такой подшипник И большей нагрузки может выдерживать Поэтому, если вам говорят, что я ставлю подшипники вот такой фирмы А я вот такой или еще какой-то Все это бред, если это относится к стиральным машинам В автомобильной еще там есть какой-то выбор подшипников В стиральных машинах в основном идет Китай И не важно, как он называется Идет Россия И это, по сути, сборка в России из китайских же компонентов, как вы поняли И идет Италия Это просто собрано на заводах в Болгарии Ну, вот здесь, допустим, Италия Италия, Болгария Болгария Но они сейчас будут постепенно уходить Которые упакованы вот в такой пакет Вирпл Упаковка в этот пакет происходит на Липецком заводе Индезит Под Липецком у нас есть завод Индезит Который производит стиральные машины Индезит Трестон Он заказывает в палетах Без коробочек подшипники И упаковывает сам их в такие вот эти пакетики вирпловские И уже поставляет здесь по сервисным центрам Если вы видите такой пакетик И если надпись, вот эта белая штучка Которая вот на этом Она пальцами не стирается Значит, это качественный подшипник Растаможенный Прошедший все круги дилерства Стоящий, соответственно, как вы понимаете, в три дорога Но это качественный подшипник Это хороший, действительно качественный подшипник Все остальные плюс-минус одинаковые То есть вы можете говорить, что я ставлю там такие Я ставлю такие Это не принципиально Процент брака Примерно у всех одинаковый Китайских я имею ввиду У итальянских, более дорогих Существенно ниже процент брака Но это, опять-таки, мы говорим Типа у итальянских на тысячу подшипников Там два-пять подшипников бракованные У китайских подшипников на сто подшипников Один-два будут бракованные То есть, ну вы понимаете То есть разница в разы То есть это мы говорим, опять-таки, по обратной связи Наших мастеров, наших постоянных клиентов Большую важность имеет не сколько сам подшипник Сколько сальник Даже не сколько сам сальник И то, что вы должны обязательно, естественно, его менять Новый И подшипники вы должны менять оба Потому что некоторые клиенты берут И меняют только один подшипник Типа вот этот развалился Вот здесь вот один стоит подшипник, да, посадка Здесь стоит второй Он мне вот этот развалился Он говорит, я вот этот буду менять А вот этот оставлю, он же как новый Чего тут его менять? Нет, дружище, меняются Всегда оба, всегда пара Меняется оба И меняется сальник, но Не важно, сколько, какой сальник Не так даже важна Смазка, которую вы набьете Внутри сальника Хотя, внутри сальника Вы должны набивать смазку Которая устойчива к щелочной среде То есть, если вы набили Внутри подшипника Литол Какие-то подобные ему вещи Говорите, да я вообще у меня Да я, ёпта, блядь Дружище, литол это Смазка офигенская Но она применяется не в щелочных Средах, понимаешь? А мыльный раствор внутри стиральной Машины, это щелочная среда Соответственно, ты должен Применять специальную смазку Определенной пластичности И устойчивой К щелочной среде Они немножко из других Ингредиентов И представляют собой Немножко такой Специфический Я бы вам показал Сейчас найду Вот у нас есть Прям вот наша Смазка для сальников Есть там ТО, там проще Вот И здесь такое сложное название И причем эту смазку даже есть можно Вот, и она именно устойчива К щелочной среде И к температурному диапазону От 180 градусов Плюс 180 она держит То есть это тоже принципиально Потому что есть смазки Большинство, которые не держат То есть у них даже по паспорту Не больше 60 градусов В этой смазке И соответственно А стиральная машинка иногда стирает На больших достаточных температурах Также у нас есть вот такие Мы эту тоже смазку Сюда пихаем Вот Достаточно хорошо Она себя зарекомендовала Маска должна быть Специальная Для стиральных машин И это не развод Как Ну сейчас Да понятно это Короче барыга продавец Он там разводит нас Нет Если можно сказать правду Я всегда говорю правду В данном случае Смазка выполняет Функцию защиты И долгой Срока службы Сальника И вот юбочки Которые герметизируют Подшипник От влаги Подшипник Зачем разваливается Вы должны понимать Потому что Внутри подшипника Узла попадает влага Влага Создает Коррозию Подшипники Коррозия Ржавение И прочее Производят Раковины Раковины Начинают шуметь И с каждым днем Это все больше И больше усиливается Поэтому и гул Как от взлетающего самолета Но помимо подшипника Сальника И смазки Важно Очень Очень важно Чтобы вот Эта втулочка Вот эта втулочка По которой скользит Сальник Не имела Никаких Рытвий То есть Вот видите Здесь латун Если у вас Там есть Рытвины И Это не цельнометаллическая Вот видите Вот допустим Вот здесь цельнометаллическая То есть Втулка И вот эта ось Представляет Единое целое Они из нержавейки Если эта втулка С осью представляет Единое целое То меняется Вся крестовина Целиком Если же у вас Втулка латунная То есть Или бронза Или латунь То она срезается Маленьким дриммелем И заказываются У нас Отдельные втулочки Своих размеров Которые сажаются На горячую Что такое Сажать на горячую То есть Берете Горелку какую-то Ну допустим Такую Не важно какую Любую горелку Нагреваете Не до красна А до состояния Когда вот он Ну уже Плюнул ты на нее Она Вот Ну Но еще не Раскалилась до красна Уже еще не сияет Вот Нагрели до такого состояния И Одели просто на посадочку То есть У нас На крестовине Диаметре Посадки Под подшипник Да То есть Здесь у нас Здесь у нас даже видно Как втулку Сажали Сейчас я покажу Вот смотрите Это новая крестовина Вообще новая И видите Вот следы Видите следы По кругу Это как раз таки Завтуливали Вот эту втулку То есть Это делали На заводе Можно также найти Взять крестовину Если у вас Она из Нержавейки Найти на авито Забить токарные услуги Найти токаря Сказать Дружище Можно я тебе привезу крестовину Стиральную машину Мне надо расточить втулку Сделайте один раз нормально И у вас Стиральная машина Возможно Прослужит Еще столько же Обидно Да Наверное Вы сейчас Ну такая Я специально выждал Такую паузу Потому что Многие думают Что да Сейчас я тут Сделаю тяп-ляп И она еще прослужит Там Вот сколько Десять лет она отходила Сломала Зашумела А сейчас я сделаю Там Русскими подшипниками Или китайскими Или СКФ В коробочке Вот есть вот такие Подшипники Вот типа Вот так СКЛ Только СКФ Вот в коробочке написано Это все китайское говно Сделаю такими подшипниками Поставлю сальник какой-нибудь Литола Вместо нормальной смазки Набью Втулку не поменяю И у меня еще Она Отслужит Десять лет Нет Оно так не работает То есть если ты Где-то чуть-чуть Накосячил Сделал чуть-чуть Неграмотно Все Считай что Ты будешь Через там полгода Через год Все это переделать Либо ты это делаешь И продаешь на авито В следующем видео Наверное буду рассказывать Про ремни Для стиральных машин Ну может быть еще что-то Пишите Спрашивайте Обязательно вопросики Аноды Для водонагревателей Сейчас самая тема пошла Вот тены Для водонагревателей Термостаты Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...